Так говорит Дух Святой. Мир вам, братья и сестры, крестьяне. Чудно открывает Дух Святой, это тоже было открыто в нашей Поместной Церкви. Через меня было сказано слово, и хотя это было сказано для члена Поместной Церкви, и сказано было еще раньше, годами ранее, но оно актуально, я думаю, и для многих членов Церкви, и многие могут просмотреть себя, проверить себя. И вот какой момент здесь открывается, интересно, что вместо того, чтобы осуждать, вместо того, чтобы гордиться своим духовным неким таким ростом, нужно смотреть и больше вникать в себя, и максимально использовать то благословение, те способности, которые нам дал Бог, те дарования, которые нам Бог дал. То, что Он открывает, например, через сны, через пророческое слово, это нужно использовать по-максимальному, понимаете? То есть одному дано было один талант, второму — два, третьему — пять, и вот один вообще ничего не приумножил. Казалось бы, Он не потерял. И многие христиане на этом уровне, они как духовные карлики, они покаялись, они приняли водные хрещения, но особого роста нет у них. И годами они на месте стоят, поймите. И участь таковых плачевная, казалось бы, но они всё-таки более-менее, можно так сказать, нормальные христиане. Но Господь говорит, должен быть духовный рост. Духовный рост, процесс роста обязательно. Он должен находиться в этом состоянии роста. И даже если кто-то имеет уже определённую духовную высоту, он должен ещё дальше стараться расти, но при этом не гордиться и не осуждать других. Есть проповеди на канале «Любящий истину», а осуждение — это тоже очень непростой вопрос. Некоторые неправильно понимают, что такое осуждение. Но когда действительно, это не просто неправильное понимание, действительно человек осуждает то, что указывает Слово Божие, открывает Дух Святой, то это уже нехорошо. Вместо этого нужно именно максимально сосредоточен быть на духовном росте и максимально использовать то, что Бог даёт. Поймите, лучше, когда вам дано два таланта, а вы приумножили два, это лучше, чем когда вам дано, например, пять талантов, а вы приумножили только три. Кажется, а человек смотрит как бы, вот у меня действительно рост, скажем так, на три таланта, а у другого на два таланта. А Бог смотрит не так, Он больше смотрит на то, что ты потерял. Конечно, если дано больше, и ты это используешь максимально, то тогда награда больше, понятно. И духовный рост выше, это понятно. Но если тебе дано много, но ты используешь мало, ты мало трудишься, например, ты мало освящаешься, бодрствуешь, мало трудишься для Господа, то Господь смотрит на то, что ты не дорабатываешь вот этих два таланта. А то, что дано два таланта, меньше, но Он максимально использует и приумножит ещё два таланта. Это лучше, поймите. Вот что указывает Дух Святой. И здесь идёт обличение вот этому члену царь. Ты как бы не в том направлении смотришь, ты смотришь, что ты ещё не дорабатываешь. А вместо этого ты смотришь на свою духовную высоту и как бы сверху смотришь на других, которые ещё, возможно, духовно слабее тебя. Хотя, возможно, за то время, что им дано, они могут как бы рост их и получше, чем у тебя. Поэтому Бог смотрит не только на духовную высоту, а Он смотрит ещё на процесс роста. И очень важно находиться в процессе роста до конца, как говорил апостол Павлович. Я, забывая задний, простеряюсь вперёд. Понимаете? Казалось бы, такая духовная высота, он ещё рост. И вот как бы основной акцент сосредоточен на том, чтобы расти, и нужно до конца идти этой дорогой, находиться в состоянии роста, в состоянии бодрствования. На этом нужно быть сосредоточенным. А уже как бы вопрос награды, духовной высоты, это уже Бог определит, братья и сёстры, в полной мере, даст, соответственно, награду. Конечно, никто не потеряет. Кому дано пять талантов, он пять приумножил, конечно, ему ещё больше дана будет награда, чем тот, что давно было два, и два приумножил. Но если он два приумножил с двух, а вы с пяти три, то можете быть виновны перед Богом и многое потерять. А ещё хуже, дабы не остаться, например, когда будет восхищение церкви. Поймите правильно. Вот так смотрит Господь. Поэтому бодростны и велико, братья и сёстры. Аминь. Аминь.